Жертва Когда ты партнер, ты должен знать, что каждая жертва у тебя должна исходить от твоей веры. Я хочу, чтобы сегодня это слово восстановило тебя, оно буквально сделало тебя способным принять Божью благодать. Я знаю, что мы на земле временно, а жить мы будем с Богом вечно, поэтому для Него я буду делать все, и однажды я с Ним встречусь. Сегодня ты для Бога делай все самое лучшее. Часто люди просто даже откладывают деньги, просто откладывают, откладывают. Зачем вы их откладываете? В то время, когда Бог говорит, запускай их в оборот. Если ты не запускаешь их в оборот, если ты буквально не жертвуешь их, если ты не делаешь так, чтобы деньги работали и приносили больше прибыля, чтобы ты больше жертвовал, никогда не делай так, чтобы они просто лежали мертвым грузом. Это неправильно. Ты, вот как совет даю каждому, помните, есть небесный банк, есть небесный банк. Этот небесный банк, это самый надежный банк. Хранить деньги нужно только там. Вип-партнеры, дорогие, приветствую вас. Я знаю, что разбирая Слово Божие, мы с вами укрепляемся в вере. Поэтому каждый раз мы будем заглядывать в Слово Божие. Мы разбираем Второе Коринфянам, и мы прочитали первые 12 стихов прошлой передачи для вас, но 13 стих в первой главе говорит так. «И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и как, что надеюсь, как надеюсь до конца вы разумеете, так как вы отчасти и разумели уже, что мы будем вашей похвалой, ровно как и вы нашу, в день Господа нашего Иисуса Христа». Посмотрите, сегодня мы, заглядывая в Слово Божие, понимаем, что мы будем радоваться друг другу перед Богом, потому что мы вместе что-то делали. Сегодня люди, которые спасаются через наше служение, через конкретно то, что ты делаешь, то, что я делаю, знаешь, это люди, которые будут нашей наградой. Они будут свидетелями того, что на земле мы делали дело Божие. Аллилуйя! Слава Иисусу! И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать, и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам. «А вы проводили бы меня в Иудею, имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил, или что я предпринимаю, по плоти ли предпринимаю, так что у меня то да, да, то нет, нет. «Верен Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет. Ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною, Силуаном и Тимофеем». «Смотрите, это три человека, мною, Силуаном и Тимофеем. Как классная команда, Боже мой, не был да и нет, но в нем было да. Ибо все обетования Божии в нем да и в нем аминь, в славу Божию через нас. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог». «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог». Это 2 Коринфянам, 1 глава, 21 стих. Сегодня, когда ты читаешь эти слова, понимаешь, «утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог». Я просто, знаете, сегодня хочу сказать вам, дорогие ВИПы, вы должны знать, дорогие партнеры, что сам Бог и помазывает нас, и утверждает нас, нам не нужно даже сомневаться в том, что Бог, Он рядом с нами, когда мы делаем Его дело. Мы просто должны быть ревнителями того, чтобы через нас Царство Божие, оно распространялось, души спасались. Ведь мы проповедуем Евангелие Иисуса Христа, Сына Божьего, распятого за нас, и который умер, Он воскрес, и Он грядет. И каждый человек, который сегодня принимает Господа Иисуса Христа как Спасителя, он уже записан в книгу жизни. Вечная жизнь — это реальность, и нет ничего дороже вечной жизни. 2 Коринфянам, 2 стих. «Который, смотрите, помазавший нас есть Бог, и тут дальше. Который и запечатлел нас, и дал залог Духа, с большой буквы, в сердца наши». То есть Дух Святой Он дал нам в сердце. «Смотри, Бога призываю вас, свидетели, на душу мою, что, щадя и вас, доселе не приходил Коринф». То есть здесь идет, знаешь, такая небольшая разборка у него с некоторыми в Коринфе. Не потому, что будто мы берем власть над верой вашей, но мы поспешистуем радости вашей, ибо веру и вы тверды. Вот, знаете, Павел, он начинает это послание, даже второе послание, значит, в первом послании. Уже были какие-то события, и вот здесь мы видим, что Павел пытается воспитывать их, он пытается наставить их на путь, он пытается им объяснить, кто он такой. Люди в Коринфе, они начали где-то подрывать авторитет апостола Павла. И Павел говорит, нет, нет, вы не поняли, я мог прийти к вам, и мы не господствуем над вашей верой, верой вы тверды, все нормально, но у вас есть проблема относительно меня. И там он как бы говорит, но он такие слова говорит, утверждающий вас, помазавший, всех называет, это есть Бог. Сегодня я говорю тебе, Бог помазал тебя, как вип-партнера, он помазал тебя, как партнера, он помазал тебя, как финансового служителя, он помазал тебя, и сегодня ты помазан. Ты должен знать, братья и сестры, випы, послушайте, нужно первое, всегда нужно молиться, каждый день, каждый день молиться. Нельзя не молиться, обязательно, молитва, это твоя основа. Знаешь, для каждого служения есть скрытое ядро, как вот земля, да, если бы не было ядра, которое греет всю землю, то не было бы ни растений, не было бы никакой жизни, все бы замерзло и умерло. Но сегодня мы видим жизнь, цветочки расцветают, птички летают. Почему уже есть ядро, которое греет? Оно тайное, его никто не видит. Твое ядро, которое греет всю твою жизнь и дает жизнь всему, это твоя тайная комната, твоя тайная молитва, твоя тайная жизнь с Богом. Каждый день должна быть молитва, каждый день прослушивание проповедей, интенсивов, проповеди по много раз надо прослушивать. Это послание к тебе. Ты должен смотреть это и слушать это постоянно, по много раз, чтобы слово проваливалось. Понимаешь, саммит, четвертое измерение, учение, университет, это все должно быть в твоей голове. Это твоя тайна, ведь эта пища дается для твоего духа, она дается именно для твоего духа, ни в коем случае не просто для ума, но для духа. Сегодня пришло время, чтобы ты это понял. Слово Божье, которое мы разбираем, оно должно ожить для тебя. Каждый день молитесь, каждый день читайте, каждый день прослушивайте проповеди, каждый день размышляйте. Проповедуйте другим, делайте других людей партнерами. Поднимайте свой уровень, не просто планку, а мечтайте о великом и поднимайте тогда планку. Достигайте великих жертв, делайте целевые жертвы, делайте, знаешь, вот семя веры, это то, что бывает, сдвигает тебя в духовную жизнь. Пусть Бог благословит вас. Я вам говорю, молитесь, читайте, слушайте проповеди по много раз, интенсивы, слушайте учения, размышляйте, проповедуйте. Умножайтесь как партнеры. Пусть Бог благословит вас. Я вас благословляю и верю, в вашей жизни происходят чудеса уже сейчас. Мир Божий пусть придет. Мир Божий касается тебя. Любовь Божия касается тебя. Радость Божия касается тебя. Тяжесть уходит от тебя. Уходит от тебя страх. Уходит тревога. Уходит переживание. Уходит просто все, что уносило мир. Это исчезает. Сейчас фундамент приходит. Фундамент приходит. Фундамент приходит. Фундамент приходит твой дух. Фундамент приходит в твое внутренность. Фундамент приходит в твое мышление. Фундамент приходит в твое сердце. Фундамент приходит в твою жизнь. Фундамент приходит в твой бизнес. Фундамент приходит в твои финансы. Твердость приходит. Фундамент от Бога. Уверенность от Него Утверждающий же вас И помазавший Есть Бог Аллилуйя Он это делает по слову Сейчас до слова Материализуется в твоей жизни Он утверждает тебя И помазывает тебя Он есть Бог Он это делает Он сейчас это слово Утверждает в твоей жизни Аминь, аминь, аминь Люблю вас всех Скоро увидимся в следующем выпуске Пока Субтитры сделал DimaTorzok